После пробуждения первое, что я увидел, это какой-то имплант на левой руке. Я не знаю, откуда он взялся и почему я оказался на этом острове, но при прикосновении к нему я вызвал какое-то меню в виде голограммы. На нём был виден я, характеристики, инвентарь. Откуда это всё взялось, непонятно. Но немножко приловчившись, я смог вызывать это меню без нажимания на него второй рукой. Это было гораздо удобнее, так как мне нужно было как-то пользоваться этой менюшкой. Единственное, что было в моём инвентаре, это какой-то мини-HLNA. Непонятная штука, но она всё время летала за мной. Она не то чтобы раздражала меня, но это было что-то необычное. По крайней мере, для меня. Немного осматрившись по сторонам, я решил, что не надо стоять на месте и нужно немного осмотреться, где же я нахожусь. Да, это однозначно было непонятное мне место и незнакомое. Пальмы, трава, камни вокруг и... О, динозавры. Отлично. Вот их-то я и не ожидал никак встретить. Ладно, по крайней мере, некоторые из них меня не хотят убить, это хорошо. Собрать немного ресурсов, это, пожалуй, не самая худшая идея, но... Где они? Собрав траву, собрав камень, я не нашёл, куда находятся, но, вспомнив про инвентарь, я увидел... Они... В камне? В импланте? Что? Я могу насытиться даже тем, что находится в инвентаре. Это немного необычно, чёрт побери, я такое встречал раньше только в играх. Блин, это чертовски жестокая шутка, если это шутка. Ведь это шутка. Немного подумав, я решил вкачать себе... Характеристики. Что? Боже мой, сколько тут всего я могу изучить? Нет, это всё изучено. Подожди-ка, я прям вижу, что я могу это всё сделать. А, чёрт побери, откуда это в моей голове? Ладно, в любом случае... Ох, дерево. Дерево, это, конечно, неплохо. Ну, кулаком добывать дерево, это, конечно, ещё тот идиотизм. Хотя... Хм, инструменты. Надо бы посмотреть, как добыть инструменты. Да уж, надо добыть немного ресурсов и сделать инструменты. Без них мне будет тяжело выжить, это точно. Создав каменную кирку, я смог добывать ресурсы куда намного эффективнее, нежели руками или кулаками. Увидев маленькую курочку под названием Дудо, я решил добыть немного мяса. По крайней мере, она мне не даст отпора, как другие животные. Для этого я решил создать копьё, так как я его видел в рецептах. Добыв немного волокна и кожи, я смог себе сделать первую одежду. Также сделал себе топор, потому что добывать дерево киркой не самая лучшая идея. После изматывающей беготни, чувство голода и жажды не заставило себя долго ждать. В связи с чем, я решил, что пора бы попить. Ну и конечно же приготовить то мясо, которое я так ярко добывал. Во время привала я услышал какой-то шум. Недалеко от меня мирные динозавры как-то шумели и меня это настрашило. И я решил не рисковать, затушил огонь и даже убрал костёр, дабы замести за собой следы. Создав ещё несколько копий, я решил отправиться вперёд, дабы разведать, что же там произошло. Но то, что я увидел, было неожиданно сюда же для меня. Это чёртов гигантский крокодил. Со страху я бросил в него несколько копий и поняв, что это бесполезно, решил, что пора бежать. Мне очень сильно повезло, что он переагрался на паразавра. И поэтому я остался в живых. Надо поменьше совершать таких глупостей. Поняв, что это место небезопасно для меня, я решил отправиться на противоположный берег, чтобы найти менее опасное место. Вода была кристально чистой, и она меня радовала. Но меня ожидал маленький сюрприз. Много маленьких сюрпризов. Пираньи. Вот их-то я точно не ожидал увидеть. Но немного свежей рыбы явно не помешает. Увидев дикого птернодона, мне стало интересно, смогу ли я его себе приручить. И что не менее интересно, смогу ли я его оседлать. Ведь летать это вполне неплохая идея, учитывая, сколько опасностей меня ждет на земле. День близился к завершению. И поэтому я решил найти место для постройки своей первой хижины. Да, ночевать под открытым небом не самая лучшая идея. Но я увидел на горизонте какие-то странные... Конструкции? Они были как братья-близнецы, но только стояли в разных местах. Ладно, оставим это на потом. Сейчас у меня явно есть другие проблемы. О, яйцо дилофазавра. Интересно, а где же сам дилофазавр? О, я могу их съесть. Неплохо. Надеюсь, родители этого яйца будут не против. А вот и они. О, ой. У меня, походу, дело проблемы. А, черт, мои глаза. Я ничего не вижу. Не подходи ко мне. Не подходи. Черт, я еще кого-то вижу. Нет, опять. А, копье. Оно сломалось. Черт, побери. Я вам просто так не дамся. Твай. Отлично. Еще один. Фу. Промазала. О, мне повезло. Фу. Фу. Тем временем, день подходил к своему концу. А это означает, у меня нет времени ждать и искать новое место. Будем строиться прямо здесь. Я начал с зачистки территории. А именно убирание бревен, камней и других природных ресурсов. Походу, дело добывая их. Лишним-то явно не будет. Возведя свой первый фундамент, я уже понял. Это то самое место, где я хочу строиться. Красава. Ты случайно увяжете к моему концу. Давай. Да. Сергей. Возведя стены и установив костер в центре дома, я наконец-то успокоился. Наконец-то я могу отдохнуть. Субтитры создавал DimaTorzok